В эфире служба новостей Сорох-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Когда станет известно имя нового главы города, прошло заседание Думского комитета. Для одних кризис, для других возможность. Где можно заработать в пандемию? Засветись! Сотрудники ГИБДД подарили дошкольникам светоотражающие фликеры. Далее расскажем обо всем подробно. Имя нового главы города соровчане узнают в ближайший четверг, 12 ноября. Конкурс на кресло градоначальника состоялся 6 ноября. Дела заявившихся кандидатов изучила специальная комиссия, после чего представила их на рассмотрение депутатам городской думы. Подробности далее. В этом году Саров перейдет с двуглавой на одноглавую систему управления. Это значит, что новый глава города также будет выполнять и функции руководителя администрации. На конкурс на кресло мэра заявились три кандидата. Конкурс состоялся. Все документы из потенциальных кандидатов были рассмотрены конкурсной комиссией. Все они были признаны удовлетворяющими условиям конкурса и были в конкурсной комиссии, в соответствии с решением конкурсной комиссии. Представлены городской думе официально. На должность главы города претендует Татьяна Белина, начальник отдела территориального и кластерного развития в НЕФ, Дмитрий Прохоров, начальник отдела 0605 в НЕФ и Алексей Сафонов, главный энергетик Российского федерального ядерного центра. Все трое выступят перед депутатами на ближайшем заседании городской думы 12 ноября. Мы заслушаем потенциальных кандидатов кандидатам, зададим вопросы, там сударные кандидатуры и затем приступим к голосованию открытого. После открытого голосования счетная комиссия озвучит результаты и депутаты утвердят в должности нового главу города. Его имя будет известно уже 12 ноября. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Антибиотики при COVID-19 показаны только при появлении признаков бактериальной инфекции. Как заявил член-корреспондент РАН Роман Козлов, антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя COVID-19. Однако, как отметил эксперт, сегодня более 90% пациентов с коронавирусом получают антибактериальные препараты. Вне всякого сомнения, сложившаяся ситуация будет способствовать значительному росту резистентности к антимикробным препаратам и иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем, отметил Роман Козлов. Он пояснил, что назначение антибактериальной терапии у пациентов с COVID-19 оправдано только при наличии убедительных признаков бактериальной инфекции, включая лейкоцитоз, появление гнойной мокроты и другие. Эксперт также призвал граждан не покупать и не применять антибиотики самостоятельно без назначения врача. В случае же, если врач назначил вам антибиотики, пожалуйста, четко следуйте его рекомендациям по режиму кратности приема, а также длительности применения, добавил он. Между тем, в России на этой неделе поставят первую промышленную партию вакцины от коронавируса. Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, в регистрационное удостоверение по производству вакцины от коронавирусной инфекции внесена первая мощная производственная площадка. С нее началась отгрузка препаратов в медицинские организации. Это первые поставки, которые наращиваются фактически в ежедневном режиме. За минувшие сутки в России выявили 20 977 новых случаев заражения. 402 из них в Нижегородской области. В Сарове COVID-19 диагностировали у 111 горожан. Двое саровчан стали жертвами болезни. Саровское отделение Фонда социального страхования временно приостанавливает прием горожан. Ограничения ввели в связи с распространением коронавирусной инфекции. Свои заявления саровчане могут оставить в письменной форме по адресу Проспект Мира, 28. Также оформить заявку на портале Госуслуг или официальном сайте ФСС. Справки по телефону 764-46 и 789-77. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Сбур денег с родителей на различные нужды сада и качество детсадовского питания. Генеральная прокуратура начала проверку соблюдения прав несовершеннолетних на получение дошкольного образования. Сотрудники ведомства дадут оценку доступности дошкольного образования в регионах, а также тому, как местные власти создают и расширяют сети детских садов и мест в них. Кроме того, подчиненные Игоря Краснова проверят, законно ли расходуются бюджетные деньги, которые выделяют на строительство, реконструкцию и ремонт детских садиков. Школьников приглашают участвовать в проекте «Билет в будущее». В программе три основных этапа – онлайн-диагностика, практические профориентационные мероприятия и получение рекомендаций. Принять участие в проекте могут ученики 6-11 классов. Регистрация доступна на платформе bilet.wordskills.ru. Кроме того, почти весь ноябрь в дистанционно-очном формате проходит фестиваль профессий на платформе проекта во вкладке «Фестиваль». Начался прием заявлений для участия в новогоднем базаре около Дома молодежи. Тематическая ярмарка будет работать с 11 по 31 декабря с 10 утра до 9 вечера. Заявление можно подать по адресу улицы Довиденко, 9, приемная директора, с понедельника по пятницу в рабочее время. Справки по телефону 9-82-50. Почти 5 миллионов достигло число безработных в России за время пандемии, сообщает коммерсант со ссылкой на Минтруда. С марта число зарегистрированных безработных увеличилось на 1,3 миллиона человек. В итоге уровень безработицы вырос до 6,4%. Цифры пугают, но даже в кризис есть немало способов заработать. Чтобы найти возможности, достаточно оглянуться вокруг и присмотреться к новым незнакомым для себя сферам. Экономические новости последних месяцев все больше напоминают фронтовые сводки. После летнего затишья коронавирус снова перешел в наступление. И пока власти стран вводят новые, все более жесткие ограничения, миллионы людей по всему миру хватаются за голову и задают себе вопрос, что делать. На который, как подсказывает опыт предыдущих кризисов, есть только один правильный ответ – действовать. Любое разрушение привычного уклада жизни – это не только удар, но и шанс начать что-то новое. Как это сделал саровчанин Иван Коныгин. Некоторое время назад он владел кофейней, но не найдя возможностей для дальнейшего развития, заинтересовался торгами на фондовом рынке. Год назад я открыл брокерский счет и начал совершать какие-то простейшие операции – купить акцию, продать акцию, завести деньги, вывести деньги. Ну, стал тестировать, по сути, сервис. Немного освоившись, начинающий трейдер стал постепенно увеличивать свой портфель акций, вкладывая деньги, которые остались после продажи кофейного бизнеса. По словам Ивана, сегодня двери на фондовый рынок открыты для всех. Для этого достаточно оформить в банке брокерский счет и выбрать подходящую стратегию действий. Как торгую я? У меня есть watch-list компаний, то есть это список компаний, надежных компаний, которые, скорее всего, нельзя быть на 100% уверены, скорее всего, не обанкротятся. И я в них вкладываю деньги. У меня стоит на телефоне уведомление о повышении цены, то есть как только там что-то происходит, какая-то движуха, я смотрю на телефоне и уже захожу на сайт, думаю, что делать с этим. Пока этого нет, я занимаюсь своими делами, то есть, по сути, времени я на это не трачу. Иван сразу предупреждает. Фондовый рынок абсолютно непредсказуем. И потому таит себе немалые риски. С теми, кто ждет чудо и готов идти на любые авантюры, излишняя самоуверенность и жажда легких денег могут сыграть злую шутку. Вот лично я для себя выработал одно простое правило, я никогда не играю в долг. Никогда не играю в долг, не беру в долг. То есть, как можно взять в долг у знакомого, да, на эту биржу, можно взять в долг в банке, можно взять в долг у брокера. Вот ничего из этого я не делаю. То есть, только свои деньги, я мысленно уже попрощался с ними, на самом деле. Это мне помогает, ну, спокойно относиться. Вот у меня, я купил акцию, она просела сейчас на 20%, я вообще абсолютно спокойно. По словам Ивана, сейчас уже после того, как рынок пережил самые сильные колебания, в первую очередь стоит обратить внимание на акции технологичных компаний, которые смогли излечь выгоду из ковидной истерии. Сфера IT быстрее других смогла перестроиться под новые реалии и предложить людям те самые новые возможности, которые создают любой кризис. Главное – суметь ими воспользоваться. Константин Перевозчиков, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Засветись, чтобы стать заметнее на дороге. Традиционно каждую осень сотрудники ГИБДД приходят в школы и детские сады города и рассказывают детям о важности светоотражающих элементов на одежде. А чтобы ребята не заскучали, преподносят информацию в игровой форме и, конечно, дарят подарки. Правила дорожного движения важно не только знать, но и соблюдать. Эту прописную истину сотрудники отдела ГИБДД Саровской полиции стараются донести до ребят в самом юном возрасте. Пока еще дошколят, а совсем скоро воспитанники детского сада номер 41 «Звездочка» пойдут в первый класс. Поначалу, конечно, до школы будут провожать родители, бабушки или дедушки. Но не пройдет и пара лет, как они станут самостоятельными пешеходами. А значит, должны на зубок знать основные правила поведения на дороге. В том числе и то, как обезопасить себя от машин в темное время суток. Данное профилактическое мероприятие проводится в рамках мощных позасветий, которые проходят с 12 октября по 12 ноября на территории Международской области. Мероприятие направлено, прежде всего, на предупреждение дорожного транспортного травматизма, в основном с пешеходами. Потому что из 10 наездов с пешеходами, 8 из них происходят в темное время суток. Для того, чтобы заинтересовать ребят и не дать им заскучать, профилактическую беседу проводят в игровой форме на свежем воздухе. Ребята разгадывают загадки, участвуют в квизе «Разрешается-запрещается». На перебой предлагают свои варианты ответа на каждый вопрос офицера ГИБДД. И вот вроде бы все все знают, только статистика говорит об обратном. За последний месяц октября у нас произошло уже 4 дорожно-транспортных происшествий. И вчера еще одно было совершено в ДТП, именно с налезом на пешеходами ребенка. А теперь подарки. После этих слов по шеренге ребят прокатывается волна радостного возбуждения. И каждый с нетерпением в глазах ждет момента, когда получит свой цветной светоотражатель. Не какую-то там скучную повязку, а крутой фликер, который со щелчком обивает запястье, если правильно ударить. Такое, что даже снимать не хочется. И завтра надо будет обязательно надеть. Операция «Засветись» на этом не заканчивается. До конца месячника сотрудники ГИБДД планируют посетить еще несколько образовательных организаций. Следующий садик у нас будет не садик, а центр образования на Куйбышево. Тоже мы с ним проведем мероприятие посвящения к пешеходам. Немножко поучим детей прямо около образовательной организации, как правильно добираться по маршруту «Дом-школа-дом». Также расскажем про все эти возвращающие элементы, для чего они нужны. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. К этому нежному празднику молодежный центр объявил старт двух конкурсов «Красота в положении» и «Мамы, дочки и сыночки». От участников ждут фото и видеоработы, посвященные главным людям в жизни каждого человека – мамам. Как принять участие, расскажем далее. Мамы стараются запечатлеть практически каждый миг взросления ребенка. Первая улыбка, первый шаг, первый класс. Один раз в году они могут поделиться этими яркими моментами. В преддверии Дня матери молодежный центр традиционно проводит фото и видеоконкурсы. Как поется в известной песне «Мама – первое слово». В каждой судьбе, конечно, такие конкурсы позволяют еще раз поговорить о маме и выразить ей всю благодарность, свое тепло, доброту, сказать ей спасибо. И сами мамочки также могут проявить себя, свои творческие качества и принять участие в наших конкурсах. В новом творческом конкурсе «Мамы, дочки и сыночки» в номинациях «Мама искусница» и «Милый и ласковый Самый» принимают фотографии поделок мам и их малышей. Свои кулинарные и творческие способности мамы могут показать на видео в номинациях «Нежность родного голоса» и «Пальчики оближешь». Итоги конкурса подведут в День матери 29 ноября. Итоги фото конкурса мы проводили на мероприятии, то есть в праздничном, торжественном мероприятии, где мы встречались, был концерт для мам. Но так как в этом году у нас нет такой возможности, поэтому мы проводим еще один конкурс, в котором мамочки могут проявить свои творческие способности и принять участие. Это вот конкурс «Мамы, дочки и сыночки». В ежегодном фото конкурсе «Красота в положении» три номинации «Счастье внутри», «Ожидаем вместе» и «Дыхание ангела». Его результаты станут известны 28 ноября. Отправить фото или видео на оба конкурса можно до 25 ноября включительно. Осень крупным планом в объективе саровского фотохудожника. Воспитанник медиастудии «Фристайл» Вадим Горюнов подготовил свою первую персональную выставку. На суд зрителя он представил снимки, сделанные за последние три месяца. О чем рассказывают фото и где можно увидеть работы, смотрите далее. Одних осень вгоняет в тоску и уныние, другим дарит вдохновение. Вадим Горюнов относит себя ко второй категории. Юный фотохудожник снимает городские пейзажи Сарова в разное время года. Сначала молодой человек фотографировал на телефон, но прошлой весной приобрел профессиональную камеру. «Вот у меня очень простая, но она особенно тем, что очень большой зум. А так, чтобы было красиво ярко фотка, я перекидываю на компьютер и там чуть-чуть сфотошоплив. Добавляю коррекции или где-то уравниваю». Вадим учится в медиастудии «Фристайл» уже три года, два из которых занимаются фотографией. За осень юноша сделал около 200 снимков Сарова и его окрестностей. Лучшие из них вошли в персональную выставку «Осень крупным планом». Это первый диалог фотохудожника со зрителем. «Особенность выставки Вадима, наверное, в том, что там много макросъемки. Мне кажется, что этот жанр Вадиму понравился. Он с удовольствием снимает мелкие предметы, замечает какие-то интересные детали в природе. Такой необычный взгляд к мелочам. Необычный акцент на мелочах у него в работе присутствует». Выставка «Осень крупным планом» проходит в онлайн-формате. Познакомиться с ней можно на сайте детской школы «Искусств номер 2». Вадим не планирует останавливаться на достигнутом. Сейчас его внимание привлекают старые дома и постройки города. Возможно, о них художник расскажет зрителям на второй персональной выставке. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.